Этим летом количество мошек в Томской области будет больше, чем обычно. Ученые делают такой прогноз, исходя из того, что зима была аномально снежной. А это создает благоприятные условия для гнуса. Как еще изменения климата влияют на жизнь в Сибири? Искать ответ на этот вопрос сейчас помогают томским ученым и коллеги из других университетов мира. Дарья Федотова продолжит тему. Ни холоднее, ни теплее ветра стали. Я замечаю, что вообще во всем мире какие-то глобальные изменения, и это сейчас попугает. Хлимат более резкий становится, резко-континентальный. Да, изменился. Но не сильно, но изменился. Холоднее, лето особенно, холоднее. Жаркое лето, теплые зимы. Погодные аномалии в Сибири уже становятся делом привычным. С Новым маем один из популярных хэштегов в соцсетях в этом месяце. Снег на зеленых деревьях смотрится весьма экзотичным. Ученые уже несколько лет следят за так называемой климатической нестабильностью. Потепление в Сибири привело к тому, что в Томской области появились животные, которые раньше здесь не приживались. В Томской области обнаружена енотовидная собака. Так же, как многие другие виды, которые больше раньше были характерны для лесостепной зоны. Например, кабан или косуля. Если говорить о косуле, то она, например, сегодня наблюдается даже в Каргасокском районе. А это север Томской области. В местных водах также появляются виды рыб, которых раньше не было или были, но в малых количествах. Среди них судак и лещ. Если первому рыбаки рады, то второй вытесняет более благородных рыб. Ученые вообще считают, что такая миграция животных может иметь негативные последствия. Проблема состоит в том, что когда какие-то новые виды заходят на другие территории, где их раньше не было, начинается их взаимодействие с коренными видами. И они вряд ли принесут пользу, скорее нанесут ущерб. И мы не можем предугадать заранее масштабы этого вреда. Как это повлияет на всю сложную систему связи. Вся эта система может быть изменена и повреждена. Специалисты говорят, климат стал непредсказуемым, истеричным. Огромные температурные перепады приводят к возрастанию количества экстремальных погодных явлений. Например, таких как торнадо. Раньше атмосферные вихры были нетипичны для Сибири. Теперь встречаются и у нас. Все эти аномалии влияют и на здоровье людей, особенно метеочувствительных. Томские кардиологи сейчас ищут зависимость между числом инфарктов и погодных аномалий. Во время аномальных погодных условий увеличивается летальность от острого инфаркта миокарда. Наиболее уязвимым контингентом в плане развития инфаркта в аномальную погоду являются женщины, а также лица пожилого и старческого возраста и люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Инфаркт миокарда в периоды с аномальной погодой зачастую протекает атипично. Отдышка, слабость, нестабильность артериального давления, головокружение. В будущем результаты исследований кардиологов помогут выработать рекомендации, как снизить негативное влияние погодных изменений. А пока синоптики констатируют, только за последние 100 лет в Томске стало теплее на пару градусов. А вот погодной истерии нынешним летом пока не ожидают. Лето планируется, что июль будет теплый. И июнь будет теплый, июль будет средний. То есть там и дождливые периоды, по всей видимости, будут. Август будет тоже около нормы. То есть лето будет не из ряда вон выходящее. Но и это специалисты говорят с осторожностью. Из-за того же потепления в Сибири предсказывать погоду тоже становится непросто. Дарья Федотова, Алексей Головнев. Новости здесь, Томск.